здравствуйте мои хорошие здравствуйте мои друзья с вами ваша елена рада вас приветствовать на моем канале смотрю сейчас на себя на молодую и просто восхищаюсь неужели я такая была когда-то мы все были с вами молодые красивые в общем мы с вами сейчас неплохо выглядим для нашего возраста правда моих а это я вот такая я была в общем мы с вами сейчас неплохо выглядим для нашего возраста правда мои хорошие но именно в молодости я вспоминаю свои первые шаги в похудении когда после родов первого ребенка своего сына кирюшки я очень сильно поправилась и вот тогда я приняла такое решение что буду снижать свой вес как это делать раньше я даже не знала понимаете вот просто не знала хотя девчонки не поверите но я бывшая гимнастка занималась гимнастикой художественной в течение нескольких лет еще когда была совершенно подростком девчонкой все было прекрасно думала всегда останусь такой же подтянутой такой же энергичной но как говорится время нас всех меняет короче говоря мои хорошие когда ребенку было около года тогда я решила заняться собой раньше не было таких знаете доступных детей там всего прочего но так как у нас была семья военных приезжали семьи служащих из-за границы и привозили всевозможные журналы и кстати в один из прекрасных дней мой муж мне принес журнал на журнал по похудению вернее не по похудению просто был журнал советов и там были советы как можно снизить свой вес вот это оторвалось по полной кстати мои хорошие как то уже давно я в одном из своих видео об этом рассказывала что я сидела на такой французской диете ну короче сейчас поподробнее там была обыкновенная запеченная картошка в духовке были овощи морковь чаи всевозможные травяные зеленые знаете черные с лимоном вода но кстати именно в этой диете не было указано что надо выпивать очень много воды и я тогда пила и очень мало я стала сидеть на этой диете это во первых во вторых я стала заниматься опять же спортом я занялась бегом бегала каждый божий день в течение трех недель до трех недель с мужем вместе бегали утром как только 6 утра мы с ним выбегали на пробежку потому что ему надо было к 8 на работу и в общем пока ребенок спал а мы тоже ли с подселением я просила свою соседку чтобы она присмотрела за моим кириллом мало ли вдруг проснется вот и мы с ним выбегали на пробежку значит туда обратно но я не знаю сколько там это было километров метров мы с убежали я даже честно вам не скажу но по времени где-то может быть минут двадцать тридцать вот туда обратно после того как прибегала я опять же делала зарядку делала все эти упражнения что я знала короче говоря и на шпагат садилась и все прочее да вот и пресс качала и на скакалке прыгала хотя у нас была мы жили с подселением у нас была комнатка такая небольшенькая вот но все я успевала выходила из комнаты мокрая мокрая вся в общем до того все вспотевшие сразу шла в душ принимала душ и два раза в день я делала такую зарядку один раз день утром бегала естественно я ни хрена не жрала вот вот такая диета которая была расписана в этом журнале это просто и что жесткая очень диета на ней можно посидеть день-два ну кто хочет допустим снизить свой вес ничего страшного из этого не будет вот но я вот именно на такой диете в течение трех недель можно сказать около месяца я свой желудок просто-напросто испортила я очень сильно снизила свой вес это я считаю что не только благодаря этой диете но а также спорту потому что я и бегала говорю и занималась всевозможными упражнениями буквально через месяц буквально через месяц я стала вот такой тростиночкой но также хочу вам сказать что пила очень мало воды пила очень мало чая почему-то я боялась что растолстеют вот ну была глупая была дура такая молодая до после этого измывательство над собой я считаю что это измывательство над собой это просто неправильно так нельзя никогда делать я сейчас всем советую чтобы такого никогда вы не делали я очень долго не могла прийти в себя так можно сказать да у меня были частые боли в желудке потому что питание было неправильное я можно сказать голодала я мало пила жидкостей вот и когда я приехала к своей значит тетушке к своей бабульке тетушки они жили вместе приехала и меня решили накормить котлетами там знаете картошка толченка я попробовала буквально две-три ложки и мне стало плохо вот у меня в желудке у меня появилась такая тяжесть в общем короче говоря я испортила себя желудок еще тогда испортила эти бы эти времена никогда не забуду потому что это все было это я все пережила на своей крыльцошкуре все это испытала и сейчас нашим девочкам кто снижает свой вес вот тем более молодым девочкам я просто рекомендую никогда себя не загоняйте в угол диета должна быть правильной а не то что диета у вас просто должно быть правильное питание сбалансированное питание и обязательно конечно зарядка какой-то спорт какие-то упражнения если у вас позволяет ваше тело как говорится ваши килограммы то можете бегом заняться у меня в то время я была молодая позволяла я занималась бегом хотя мне было очень очень тяжело но женщинам у которых вот лишние килограммы наеты в возрасте плюс я конечно этого сделать никогда не порекомендую потому что вам надо на обратиться к специалистам которые помогут вам в этом вопросе если вы решите все это сделать самостоятельно то я так думаю что надо что делать платно и постепенно вы смотрите многих блогеров кто советует там тот или другой там рецепт снижение веса но я знаю одно что в нашем возрасте плюс снижать свой вес очень трудно очень сложно тем более когда у вас ведь какие-то там заболевания какие-то там знаете вот проблемы со здоровьем то только через врача только через врача никогда себя не заставляете делать какое-то снижение веса против вашей воли главное в нашем возрасте понимание себя любите себя цените себя боготворить себя наш возраст этот просто уникальный вот именно когда вы прожили полвека то это уже есть о чем задуматься а если господь вам дал такую возможность то он вам даст еще и дальше только прислушайтесь к своему я как говорится сделайте так чтобы вашему здоровью ничего не угоражало и если ваше отношение к жизни чтобы поменялось только в нужном правильном русле я знаете вот сейчас думаю опять поправилась опять начала снижать свой вес еще не достигла этих всех результатов но для меня допустим самое важное то что я вижу свои результаты кто-то мне так пишет что я стала страшная кто-то мне там пишет что я какая была жирная такая осталась кто-то мне там пишет что лена ты молодец я всем просто благодарна да пока не достигла тех результатов которые у меня были но я к этому стремлюсь и я надеюсь что я этого добьюсь наше желание наше желание измениться мне кажется это самое главное если у вас есть такое желание и вы хотите себя изменить изменить свой образ жизни изменить свое тело а изменить свою кожу а девочки изменить свою кожу потому что когда мы с вами начинаем снижение веса то наша кожа также начинает меняться и благодаря не только правильному питанию здоровому образу жизни ну а также маскам которые мы с вами можем сделать для своего прекрасного лица у нас у каждого как говорится есть свой выбор и есть своя система снижения веса и если вы решите сбросить свой вес девочки не опускайте руки на идите только вперед только вперед правильное питание здоровый образ жизни зарядка какие-то упражнения возможно даже бег кому это дозволено по здоровью помогут вам помогут вам сделать себя просто неотразимой всем желаю счастья здоровья успехов удачи благополучия всех вас очень люблю с вами была ваша елена